Будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется. Так в НАТО отреагировали на массивный ракетный обстрел, которому подвергла соседняя страна этим утром. По словам Енса Столтельберга, Альянс резко осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру. Ранее с таким же посылом выступили в Евросоюзе, пообещав Киеву дополнительную военную поддержку. Путин, в свою очередь, предупредил, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими и масштабными. Российские войска в понедельник утром подвергли массированные ракетные атаки города по всей территории Украины. Впервые за долгий срок удары нанесены по центру Киева. Мощные взрывы прогремели также во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Днепре, Харькове, Конотопе, Одессе, Кременчуге и других городах. Атака совершена в утренний час пик, сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Мэр Киева сообщил, что несколько попаданий пришлось по объектам критической инфраструктуры. Движение поездов киевского метро приостановлено на всех линиях станции. Работают в режиме бомбоубежищ. В центре города работают спасатели. Президент Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях. Десятки ракет, иранские шахиды. У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. А Минобороны России отчиталась об ударах и показала кадры запуска ракет по Украине. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Большинство наблюдателей уверены, что сегодняшние удары – это акт возмездия за подрыв крымского моста. В воскресенье президент Путин возложил ответственный за подрыв моста на спецслужбы Украины. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод. Это теракт, который готовили украинские спецслужбы. И целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры. Сегодня Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории Российской Федерации ответы будут, цитата, «жёсткими». Он сообщил, что массированный удар по украинским городам был нанесен по предложению Минобороны и по плану Генштаба России. Между тем, атаки российских войск на гражданское население Украины осудили в Молдавском МИДе. Здесь добавили, что сотрудники нашего полупредства Украилиси находятся в безопасности. Посольство поддерживает связь с властями Украины. Среди пострадавших нет граждан нашей страны. Грубое нарушение международного права путем нанесения ударов по гражданским объектам недопустимо, сказано в заявлении МИДИ. Продолжение следует...